Здравствуйте. Я очень рада вернуться, на самом деле, в стены РУДНа. Меня зовут Ирина Жгулёва. Я выпускница факультета, филологического факультета журналистики. Закончила в 2006 году. То есть начала свою учёбу с подфака, учила французский язык. И, наверное, поэтому после окончания уехала во Францию. И сейчас, будучи на каникулах в Москве, очень приятно присутствовать в родных стенах, так можно сказать, и поделиться не своим небольшим, может быть, но уже опытом с будущими выпускниками или с абитуриентами, которые, может быть, думают или хотят поступить в РУДН именно на факультет журналистики. Я сейчас живу во Франции, в городе Бордо. Маленькие, по российским меркам, маленький город, 450-500 тысяч человек. Винный городок, прекрасный климат, океан совсем недалеко. И это всё к тому, что именно это было моим критерием выбора региона, куда я поеду продолжать обучение. Я закончила магистратуру в университете Бордо-3 Мишеля Монтань. Магистратура по специальности политические и публичные коммуникации. То есть своего рода коммуникации, связь с общественностью, пиар. И почему этот выбор? Наверное, потому что, во-первых, сыграло роль, что я начала учить французский язык в университете, который не шёл с первого и второго годов обучения, но потом появился большой интерес и желание поехать и попробовать поучиться и пожить во Франции. В общем, что я и сделала, и не жалею. Я училась с 2001, получается, по 2006 год в группе журналистов-французов, с которыми до сих пор поддерживаем отношения дружеские, пока не профессиональные, потому что живём в разных странах. Многие из них работают сейчас по специальности. Многие ушли в пиар. Собственно, это неудивительно, потому что с пиарщиками у нас были тёплые отношения, так можно сказать, потому что первые 2-3 года у нас были лекции в одном амфитеатре, в одном зале. То есть, что касается одногруппников, очень рада была со всеми повидаться. У нас недавно прошла встреча. В нашей группе есть небольшая традиция. Мы стараемся встречаться раз в год, и в основном это происходит перед праздником Новый год. То есть, собирается не вся группа, но 8-10 человек, и это уже приятно. Люди, состоявшиеся с профессиональной точки зрения, а также уже семейные. Скоро у нас родится у Прилепской Александры второй ребёнок. То есть, в нашей группе это первая многодетная мама, если можно так сказать. То есть, мы стараемся поддерживать отношения. И слава богу, сейчас у нас есть эта возможность, благодаря Facebook, Одноклассникам и ВКонтакте, и так далее, социальным сетям, которые мы активно используем на сегодняшний день, чтобы оставаться на связи, конечно. Хотела бы сказать несколько слов про магистратуру, которую я закончила этим летом. В связи с общественностью коммуникации, где формируют специалистов в политической, государственной среде. Но я так, чтобы дать пример, это как пиар в политике, политпиар или что-то в этом роде. Достаточно широкая специальность. Два года магистратуры, которую я окончила, были сложными, потому что неродной язык. И пришлось, конечно, потрудиться. Но это, наверное, хорошо, потому что получил большой опыт. И, конечно же, второй диплом. То есть было к чему стремиться. Сейчас я занимаюсь общественной деятельностью в городе Бордо. Мы создали ассоциацию по культурным обменам. Она называется Центр-фестиваль Россия-Франция, Центр-фестиваль Франц-России, который базируется в Бордо. И эта ассоциация состоит из пяти постоянных членов. Вице-президента, президента, секретаря и бухгалтера, а также масса просто членов, которые хотят приблизиться к русской культуре или русскоязычные, которые живут во Франции, либо французы, которые увлекаются Россией языком и культурными традициями. То есть главный проект нашей ассоциации – это фестиваль русских фильмов Бордо, который проходил там и проходит с 2009 года. То есть у нас было уже два издания фестиваля. Это массовое событие в Бордо в прошлом году привлекло тысячу человек. Для молодой организации я считаю, что это уже неплохо, но мы стремимся к увеличению числа нашей публики. Следующее издание фестиваля планируется на октябрь 2011 года. Я занимаюсь отношениями с партнерами и спонсорами для проведения фестиваля, потому что, конечно, провести фестиваль нужны средства. Средства и поддержка коммерческих и государственных структур, естественно. Хотелось бы сказать несколько слов о президенте нашей ассоциации, поскольку она является выпускником нашего факультета. Это Цуканова Дарья, с которой мы учились на протяжении пяти лет в Рудене, в одной группе. И нас свела судьба в Бордо совершенно случайно. И между нами установились прекрасные дружеские и профессиональные отношения, которых не было, возможно, в период обучения в университете. Но когда мы встретились в Бордо, мы настолько сблизились. И вот эти отношения доверия, которые формируются в студенческие годы, отношения доверия, оно остается. И я, не думая, не долго думая, согласилась примкнуть к команде фестиваля и работать вместе с Дарьей. Вот, собственно говоря, от нее всем большой привет, кто ее знал и кто с ней учился. Хотелось бы, да, еще рассказать несколько слов, конечно же, о нашем факультете, факультете журналистики Руден. Меня спрашивают, чем послужил, может быть, диплом журналиста Рудена тебе при поступлении, при обучении или просто в процессе твоей жизни и карьере во Франции в Бордо, я могу сказать, что Руден в первую очередь это любовь к языкам, который мне привил факультет, поскольку я считаю, что у нас хорошая база преподавателей именно по иностранным языкам, я имею в виду именно грамматическая база, с которой мы приехали и отличались от других иностранных студентов там, потому что грамматику нам давали очень строго здесь. И хотелось бы отметить нашего преподавателя Жанну Вячеславовну, которая стала мамой несколько лет назад, с которой мы тоже поддерживаем отношения, но, конечно же, не созваниваемся каждый день, но хотелось бы ее отметить, потому что она была строгой, но я сейчас считаю, что она правильно вела свои занятия, и привила нам как раз-таки строгость именно к себе по изучению французского языка, грамматики, которая нам очень помогла, уже будучи в Бордо. Конечно, разговорный язык был на невысоком уровне, потому что практики как таковой здесь языковой мы много не имели. Ну, хотелось бы сказать спасибо, да, за грамматическую базу, которая послужила именно толчком, наверное, к тому, чтобы мы выучили язык, чтобы я говорила на французском языке, как на русском на сегодняшний день, уже будучи, проживая во Франции уже пять лет. Что касается еще, может быть, да, чем послужил диплом, наверное, адаптации к новым условиям, к новой стране, потому что в нашей группе, как и в ваших будущих группах, или в сегодняшних группах, учатся и учились люди, и будут учиться из разных стран мира. То есть человек, который никогда не общался с иностранцем или с представителем другой нации и так далее, он, наверное, будет себя менее уютно чувствовать, чем выпускники РУДН или люди, которые учатся в РУДН, которые приезжают за границу, продолжают учение там. Потому что мы привыкли к тому, что в нашей группе, в нашей команде есть представители разных наций, разных стран мира, и это не пугает и, наоборот, вызывает интерес и сплачивает, наверное, как-то команду, да, или группу. Привет из преподавателей. Что касается преподавательского состава, конечно, я, наверное, скажу классическую фразу «Спасибо вам большое за то, что вы нас выучили и вытерпели в каком-то плане». И когда я вспоминаю РУДН, я всегда вспоминаю добрым словом. В первую очередь я вспоминаю своих коллег по классу, по группе, по факультету, ну, конечно же, преподавателей. То есть хотела бы отметить и передать привет моему научному руководителю Семикову Виктору Сергеевичу и декану, нет, не декану, наверное, сейчас уже должности поменялись. У нас очень был популярный среди девушек господин Барабаш. Вот, наверное, это не новость, ну, не только среди девушек, но и вообще. В общем, хотелось бы передать привет всем преподавателям французского языка, которые вели у нас французский с 2001 по 2006 год. Общее пожелание студентам или будущим студентам, а также будущим выпускникам, это не бояться уезжать и получать опыт в другой стране, если есть желание и возможность. И главное, не бояться этого. Потому что проживая за границей сейчас во Франции, ты уже смотришь на свою страну по-другому и учишься адаптироваться в новой среде с другой ментальностью. И я считаю, что это огромный жизненный опыт, который помогает и в работе, и в творчестве потом. И хочу пожелать всем реализации ваших проектов, творческих успехов, потому что для нас это очень важно, для журналистов. И пожелать удачи. Удачи и, опять же, учите языки, и не бойтесь их практиковать, уезжать хотя бы ненадолго и посмотреть уже на свою страну и попрактиковать языки, находясь в других странах. Спасибо, что меня пригласили. И буду очень рада вернуться и передаю всем большой привет. Ирина из Бордо. Ирина из Бордо. Продолжение следует...